всем привет у нас у небольшой группы айти блогеров ну хотя я в принципе не блогер но тем не менее сегодня выходят видео на тему как я стал кем-то то как я стал там программистом тестировщиком тем лидом ну и все такое это еще называют коллаборации так вот список видео других блогеров айти блогеров блогеров каналов русскоязычных будет в описании поэтому если вам интересно после просмотра бегом смотреть ролики ну короче ссылки в описании но тема моей лабораторной работы это как я стал программистом ну как бы я не знаю чё чё рассказывать ну как я в общем прикидывал поэтому поэтому не судите строго так вот все началось наверное после того как я родился именно с первых дней ну я бы наверно сказал часов меня начали формироваться мыслишки и насколько я помню не представляли себя нолики и единички но мой первый hello world был в институте ну и не удивляйтесь что так много времени прошло с появлением первых мыслей до первой реальной рабочей рабочей программы hello world ну если честно то 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 мысли о том кем я хочу быть начались еще в школе во втором классе я хотел быть космонавтом и я помню нарисовал или перерисовал не помню точно космонавта и ну скорее всего это был казарин в одну я опускаю те желание быть например собакой да было такое мы как-то с братьями по разуму листали книгу про собак и я помню ну и помню мы сидели типа и решали кто какой собакой станет когда вырастет ну насколько я помню я должен был быть с имбернаром вот но сейчас я понимаю что он что-то пошло не так и в общем не получилось вот ну это такое отступление было так вот после космонавта кстати мне у космонавтов очень нравилось что они могли навернуть борща из тюбика вот прям из тюбика вот так вот короче после космонавта ну не помню наверное примерно в шестом седьмом классе я хотел быть летчиком истребителем но на очередном приеме у травматолога ну а детство у нас было такое травматичное иногда не понимаешь каким образом я дожил до сегодняшнего дня так вот на очередном приеме у травматолога мне он сказал что летчиком истребителем я не буду что-то там с грудной клеткой не так ну короче она такая же как у всех не не никаких проблем не патологии не это но типа в истребители не берут вот там нифига себе какие перегрузки и короче ну не возьму но я после этого не особо парился и решил что стану военным инженером который будет строить самолеты ну или участвовать в разработке исследованиях ну и т.д. и т.п. которые связаны с авиацией но учился я в обычной сельской школе ну как не сельская а пгт поселок городского типа и там было три школы и в одной из них я учился ну я в разных школах учился ну короче в сельской школе вот так вот как бы ну была мысль думаю стану военным инженером где-то по моему в 10 классе у нас начались уроки информатики и там что-то было компов 10 в этом классе ну а компы были знатные может кто знает поиск или поиск 2 наверно поиск 2 там был или поиск не помню так они назывались так вот ну короче не все компы работали но на этих уроках мы начали изучать basic я точно не помню что я там делал но я помогал одноклассникам загрузиться с 5-дюймовый дискеты и запустить игры которые были у препода я даже помню согласие препода попробовал подсоединить один жесткий диск тоже смутно помню но по моему он был мегабайт на 10 то ли 20 размером был с 25 дюймовых дисковода короче я подключал эти диски там что-то какие-то вроде работали какие-то не работали не суть но я помню такое помогал загружать игры загружать доз что-то там еще короче тема мне понравилось и я в срочном порядке пошел библиотеку и начал смотреть что там есть из литературы по компьютерам и помню там были книги сугубо технически по устройствам компом компов там ну и в м еще тогда назывались схемы транзисторы резисторы всякие и все такое по программированию к них не было хотя возможно я особо и не знал что есть такая тема как программирование поэтому я на предмет наличие таких книг и не искал возможно там был было бы пару книг ну хотя вряд ли вот короче поэтому я искал книги которые касаются компьютеров в общем ну и книг не особо особо не было но там был журнал чип может кто помнит в котором всякие там новости из компьютерной жизни печатались и каждому журналу был диск с программами ну и как-то меня уже со временем появилась в собственности пару таких журналов но компа не было вот так вот ну и в той же библиотеке я нашел пару книг по программированию калькуляторов вот именно с них у меня началось первое знакомство с программированием ну basic в расчеты не берем я взял эти книги библиотеки и ну как бы начал читать было интересно там даже были коды игровых программ но фишка в том как что калькулятора у меня то не было короче не помню как но позже у меня появился программируемый калькулятор электроника mk61 вот по моему где-то я на время взял и в которой я принялся вводить листинги кода игр из книги очень запомнилась игра в которой нужно было посадить космический корабль на луну короче я там что-то тоже сам делал ну я мог бы сказать что я там написал какую-то игру все равно никто не проверит но это не так я не помню чтобы этом что-то особенного делал писал какие-то мелкие программы для расчета чего-то ну школе же учился было интересно ухты сейчас напишу к рассчитаю для эту форму о рассчитал ну и все и забыл вот не по моему даже что-то я использовал да там при выполнении домашек ну какие какие какие-то формулы но уже в биты короче игрался с калькулятором вот но потом калькулятора насколько я помню и стала наверное надо было отдавать ну короче тема меня заинтересовала и пришло время поступать в институт в институт самолетостроение и программирование ну как бы тут не никак не программирование не мешало самолетостроению вот а только дополнял соответственно хотелось бы все таки быть инженером но уже тогда вывесовалась мысль что именно там инженером программистом в авиастроении вот так вот это вот но 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 возможности поступить какой-то специализированный по авиации институт не было но был хаи в харькове но это было далеко и дорого на поступить бесплатной сельской школы было почти нереально ну если просто нереально поэтому я поступил в наш индустриальный институт он потом назывался академии на специальность программное обеспечение автоматизированных систем ну а получение второго инженерно-авиационного образования решила короче отложить на потом так вот на первом курсе начали изучать паскаль и помню я на курсовую хотел сделать танки начал делать но в основном делалось на компьютере сокурсника в общаге или в c это вычислительные центры институте но потом счета пошло не так я сделал простую логическую игру но она тем не менее довольно интересно было и ну неплохо получилось на втором курсе начался язык си или си плюс плюс на то делал на то время я точно не помню что началось потому что толком ну как бы си си плюс плюс да какая разница gps gsm gprs одно и то же вот так вот потом на третьем курсе начали читать delphi ну си плюс плюс там точно уже был мы другие на языки похожие на языки программирования и короче с третьего курса мы могли выполнять лабораторки курсовые на любом из выбранных языков это мог быть си плюс плюс но борлан си плюс плюс там delphi там паскаль по моему на си шарпе даже можно было он он только появлялся в те времена и в принципе на нем вроде можно тоже было что-то писать точно не помню ну также мы немного учили ассемблер я помню на нем написал снег ну и все и и больше ничего на нем не писал ну анимацию снега вот ну и насколько я помню с третьего курса мне больше начал нравиться язык си и си плюс плюс ну на тот момент почти одно и то же хотя скажу честно ну как бы я вот особо ничего не понимал и си си плюс плюс типа одно и то же но вроде не совсем там есть класса там нет ну короче вот где-то было на этом уровне так вот на третьем курсе у меня еще появился первый комп мне его подогнали родственники это второй pentium там был слотовый процессор частота была двести тридцать три по моему мегагерца вот и я его перемычками на материнке разгонял до 266 мегагерц или до 300 не помню с компом был видео ускоритель вуду 2 жесткий диск был до 1 гига вот короче комп так себе но когда как бы ничего нету то это было круто дальше я учился и все курсовые ну и дипломную делал с использованием языка си плюс плюс то есть фактически на языке си плюс плюс ну а дальше после окончания института я был молод и мне были нужны деньги и пришлось начинать работать ну и конечно же по специальности ну вот так вот я и стал программистом ну даже не то что стал программистом стал на путь инженера да ну для кого-то это программирование что-то там сверх особое но это обычная работа ничем особо не отличается от но обычно инженерная работа вот за компом сидишь на кнопке давишь что-то выдавливаешь иногда из этих кнопок вот поэтому как бы вот так вот я вышел на эту тропу точно также выходят на тропу и другие люди других специальностей вот как бы сказать что я стал в тот момент сложно потому что ни опыта ни знаний особо нет не было вот ну как бы со временем это приходило что нужно постоянно изучать предмет в область на протяжении всего всей своей рубали жизни то есть когда это как хобби тогда это ничего сложного нет было много чего было были времена когда была куча времени свободного а это время улетала на всякую ерунду типа игр и это на мой взгляд время потраченное бесполезно никаких знаний от этого ты не получаешь и никакого опыта время уходит а сохранится и загрузиться нельзя вот а технологии развиваются быстро я думаю все об этом знаете ну думаю плюс минус среднем как и у всегда как я стал программистом вот ну как бы прошло over 10 лет с момента окончания института и наверное я все еще на этом же пути работал в разных городах в разных компаниях ну принципе продолжаю работать но главное в любой специальности это то чтобы эта специальность не было просто работать ну в данном случае так как программирование тема широка широкая то здесь очень много языков и технологий соответственно тут еще нужно подбирать себе язык вот и стараться чтобы вот это ваше ваше хобби превратилась вашу работу вот если ваше хобби сидеть колупать там печпичу нибудь вам это нравится и вы там у вас получается что-нибудь такое эдакое делать да пожалуйста тогда попробуйте превратить это хобби в работу вот и тогда когда ваше хобби станет работой работа она станет тогда когда он начнет приносить доход ну неважно если вы на кого-то работаете либо на себя так вот когда он начнет приносить доход это будет еще веселее потому что вы увлекаетесь тем чем хотите и соответственно еще и зарабатываете деньги вот 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 ну в принципе думаю все короче короче думаю точно все если вам интересны подобные коллаборации с другими блогерами блогерами и прочими эти youtube каналами то пишите в комментариях темы которые вам были бы интересны но мы в нашем чатике в нашем закрытом черном чатике это наверное обсудим а может и не обсудим может быть ну короче насколько я знаю это третья будет коллаборация ну а я в ней принимаю первый первый раз участие вот короче пишите комментарии не судите строго ну и всем спасибо за внимание если ты еще не выбрал путь обязательно подумай хорошо и сделай правильный выбор ну я имею ввиду я думаю ты понимаешь что это си плюс плюс ой ну да ладно короче всем еще раз спасибо за внимание всем пока